Пустынный лист для разведчиков. 21 августа 2019 года. Воспорт. Пустынный лист для разведчиков. Источник изображения. В 80-х годах в Нидерландах началась разработка бронированной разведывательной машины нового поколения. Позже к программе подключилась ФРГ. Творением специалистов двух стран стала колесная боевая разведывательная машина, БРМ, Финник, считающаяся одной из наиболее совершенных в своем классе. Во второй половине 80-х годов на чертежных досках конструкторов голландской фирмы появились первые наброски новой двухосной бронемашины, получившей обозначение МРС. В разведывательных подразделениях Королевской Армии Нидерландов броневик должен был заменить гусеничный БРМ Ленкс, уменьшенный и облегченный вариант БТРМ-113. Одним из главных требований к МРС являлись малые габариты, длина не более 6 метров, ширина 2,5 метра, высота 2 метра, и масса, не превышающая 10 Т. Броня должна была обеспечить экипажу из трех человек защиту от осколков и огня стрелкового оружия. Высокими являлись требования к подвижности как тактической, скорость по шоссе не менее 100 км в час, запас хода 700 км, так и стратегической, возможность переброски самолетами военно-транспортной авиации и действий в различных климатических зонах без специальной подготовки. Многие требования диктовали спецификой задач, стоящих перед БРМ, как можно более тихая работа двигателя, хороший обзор, возможность монтажа оптоэлектронного оборудования, способность действовать в течение пяти суток на территории, занятой противником. Прототип МРС Источник изображения 1999, номер 5 Исходя из названия, МРС задумывалась как многоцелевая машина. Хотя приоритетной являлась разработка варианта БРМ, предусматривалось также создание на ее базе командно-штабной машины, самоходных ПТРК и ЗРК, полицейского броневика и прочих боевых единиц. От национального проекта к международному. В 1992 году фирма-разработчик за собственные средства построила прототип нового броневика, получившего название «Феник» в честь небольшого пустынного лиса, отличающегося очень острым зрением и слухом. Машину предложили нидерландским военным, планировавшим закупку свыше 100 броневиков для миротворческих операций. Однако потенциальный заказчик склонялся к приобретению на мировом рынке одной из уже проверенных конструкций. Компания «ДАФ» получила утешительный приз в виде 2,5 миллиона долларов, выделенных весной 1993 года для продолжения работ по «Финнику». В такой ситуации фирма начала поиск зарубежного партнера. Интерес к наработкам голландцев проявила немецкая фирма «Вегман». С 1999 года часть концерна «Краус» «Мофей» «Вегман», намеревавшаяся предложить «Феник» Бундесверу в качестве замены 4-х осной БРМ «Лухс». Собственный броневик «Цабель» 5-тонная двухосная плавающая машина испытывался с 1989 года, но так и не был доведен до необходимых кондиций. Одна из предсерийных машин. Источник изображения 1999, номер 5 официально о начале совместной разработки БРМ была объявлена в 1994 году, а в декабре того же года представители двух стран подписали соглашение о постройке четырех прототипов БРМ. ТВМ. Трапен в Сазмастер. Образец для войсковых испытаний. Первый из них «ТВМ-1» был передан голландской армии в декабре 1996 года. До 1998 года были готовы «ТВМ-2», «ТВМ-3» и «ТВМ-4». Машины с нечетными номерами передавались армии Нидерландов, с четными Бундесверу. В том же году были объявлены предварительные планы закупок финников. 160 машин для ФРГ и 220 для Нидерландов. Войсковые испытания, завершившиеся летом 1998 года, показали необходимость внесения в конструкции Финнека ряда изменений. Их реализовали на основательно переделанном втором прототипе, получившем обозначение «ТВМ-2» и вышедшем на испытания в июле 1999 года. Наконец, в декабре 2001 года было подписано соглашение о начале производства финников для вооруженных сил Германии и Нидерландов. Бундесвер намеревался обзавести с 202 такими машинами, 178 БРМ и 24 машины инженерной разведки, Королевская армия Нидерландов 410, 202 БРМ, 130 самоходных ПТРК и 78 машин общего назначения. Конструкция Финник является колесным двухосным полноприводным неплавающим бронеавтомобилем с задним расположением двигателя. Задняя моторная компоновка была выбрана из соображения уменьшения тепловой и акустической заметности. Общий вид БРМ-финник Источник изображения 2017, номер 2 Специальное оборудование БРМ позволяет вести наблюдения в дневное и ночное время, измерение дальности и азимутов, а также обмень соответствующей информацией. Его основу составляет оптоэлектронная головка ВАУ, разработки фирм Атлас и Карл Цейс Эптроникс, с телевизионной камерой, тепловизором Офалиоз и лазерным дальномером МОЛЕМ Головка смонтирована на телескопической мачте высотой 1,5 метра, позволяющей вести наблюдения из-за укрытий. Система монтажа ВАУ обеспечивает круговой обзор, но поворот головки на 360 градусов невозможен, она вращается на 220 градусов вправо и влево. Диапазон перемещения ВАУ в вертикальной плоскости составляет от 30 до плюс 30 градусов. Существует также возможность оборудования выносного поста наблюдения В этом случае головка ВАУ устанавливается на специальной треноге на удалении до 40 метров от БРМ. Оптоэлектронная головка ВАУ Источник изображения 2017, номер 2 тепловизор Офалиоз Работает в диапазоне 8-12 микрометров и обеспечивает обнаружение целей типа танк на дистанции до 4 километров. Телевизионная камера черно-белого изображения имеет регулируемое поле зрения 2 до 20 градусов, у тепловизора этот показатель составляет от 2,7 до 12,5 градуса. Изображение транслируется на монитор, причем существует возможность наложения изображения от тепловизора на телевизионное. Лазерный дальномер работает на волне длиной 1,543 микрометра. Диапазон измерения дальности составляет от 50 метров до 10 километров, время измерения 10 НС. Измеренная дальность до объекта отображается на мониторе, а результаты последних 50 замеров хранятся в памяти. На мониторе также отображается азимут объекта относительно БРМ и угол наклона головки ВАУ. Как известно, при ведении разведки крайне важно точно знать свое месторасположение. Финник оборудован инерционной навигационной системой LLNG. Разработки фирмы LightF. Она обеспечивает предоставление экипажу информации о текущих координатах в реальном масштабе времени. Точность определения собственного положения составляет 10 метров, а величина ошибки 0,8% пройденного пути. Также предоставляется информация о направлении на север, с точностью 0,3 градуса. Кроме того, Финник оборудован приемником спутниковой системы навигации. GPS. БРМ снабжена системой отображения и передачи информации. FOOS. На ее сенсорном мониторе, установленном слева от монитора системы ВАУ, отображается карта местности с обнаруженными объектами и дальностью до них, а также местом самой БРМ. Гранатомет. AGL. На турели Финника. Источник изображения. NITU-M. Wieler Zadaniyo Ipojas do Panzer Znifenex slash slash Nauotekniko Watskwa. 2017, номер 2. Вооружение Финника в разведывательном варианте монтируется на турели тип 1530 с ручной наводкой, но с дистанционным управлением изнутри машины. В Бундесвере БРМ вооружается 7,62 мм пулеметом или 40 мм гранатометом. AGL. Готовый к стрельбе боекомплект составляет 250 патронов или 32 гранаты. Для прицеливания служит перископический прицел и тепловизор. Возможно установка более сложной прицельной станции с телекамерой, тепловизором и лазерным дальномером. Вместо турели тип 1530 может монтироваться дистанционно управляемая установка FLW-200 с электроприводом и дополнительными дымовыми гранатометами. В базовом исполнении 6,76 мм гранатометов, сблокированных в два пакета, установлены в кормовой части корпуса. Возможно и применение других вариантов вооружения. Например, БРМ армии Нидерландов вооружаются 12,7 мм пулеметами. Силовая установка Финнека шестицилиндровый дизель Дойц ПФ-6М2013 с мощностью 240 ЛС. С гидрокинетической трансмиссией и автоматической коробкой передач, 6 скоростей при движении вперед, и одна назад. Система передачи мощности к колесам Н-образная, от распределительной коробки мощность передается на 4 вала, проходящие вдоль бортов. Такое решение способствовало уменьшению высоты машины. Максимальная скорость движения по шоссе составляет 110 км в час. Впрочем, инструкция не рекомендует разгоняться свыше 90 км в час, а при движении назад 23 км в час. 230-литровый топливный бак расположен в левой части моторного отделения. Его емкости хватает для преодоления 1000 км по шоссе, либо 450 км по пересеченной местности. Машина оборудована автоматической системой пожаротушения, в моторном отсеке, а также системой защиты от оружия массового поражения. Специальные варианты базовый, разведывательный, вариант Финнека обозначается. LVP, Lichtverkennings and Bewakingsvö at Dewegg. Бундесвер получил 178 таких машин, а армия Нидерландов — 202. С 2001 года по заказу Бундесвера разрабатывалась машина передовых артиллерийских наблюдателей, предназначавшаяся для замены соответствующего варианта БТРМ-113. Она отличается наличием терминала передачи данных автоматизированной системы управления огнем артиллерии. Измененным составом радиооборудования, радиостанции Су-8090 и Су-93, а также автономной навигационной системой Тален-3000. Весной 2004 года первую машину передовых артиллерийских наблюдателей передали Бундесверу, однако испытания показали неудовлетворительные характеристики машины. Бундесвер получил всего пять экземпляров этой машины, которые эксплуатировались до 2009 года. Вместо машины передовых артиллерийских наблюдателей на базе Финнека разработали машину единой команды огневой поддержки JFST — Joint Fire Support Team, способную работать как с артиллерией, так и с авиацией. Контракт на ее разработку был подписан осенью 2007 года, а в марте 2010-го Бундесвер получил первые серийные экземпляры. JFST отличается новой АПТО и электронной головкой. BARTU с усовершенствованной телекамерой, тепловизором. ATTECA и лазерным дальномером. LDM-43, допускающим измерение дальности до 20 километров. Оборудование машины позволяет работать в АСУ сухопутных войск, ФИУС и АСУ артиллерии. ADLATU В зависимости от состава радиосвязного оборудования различаются два варианта. JFST — земля, земля, Лу-Слэшбэ, для взаимодействия с артиллерией, и воздух, земля, Бот-Слэшбэ, для наведения авиации. В первом варианте применены радиостанции СВ-70 и HRM-7400, во втором HRM-7000, TRM-6021 и N-slash-PRC-117F. Внешний вариант воздух — земля можно отличить по характерной Х-образной антенне в кормовой части машины, отсутствующей на модификации земля. Потребности бундесвера в машинах JFST определялись в 40 единиц, но реально было поставлено вдвое меньше, включая 5 экземпляров, переделанных из машин передовых артиллерийских наблюдателей, 10 вариантов воздух — земля, и 10 земля — земля. Еще один вариант Финнека создан для инженерных частей. Он позиционируется как инженерная машина управления и разведки. Его обозначение традиционно витейвата F-slash-er-g-de-f-z-g-pi-f-hang-zander-kandang-s-fah-z-g-pioneer-trap. В области номенклатуры военной техники бундесвер блюдет традиции вермахта. Этот вариант лишен оптоэлектронной головки ВАО. Основной элемент его бортового оборудования — компьютер Centurion с 15-дюймовым сенсорным экраном. Также имеется аппаратура радиационной и химической разведки. С левого борта машины установлен контейнер для дополнительного имущества. Состав радиооборудования соответствует БРМ. Инженерные части бундесвера получили 24 машины F-slash-er-g-de-f-z-g-pi, первые из которых были приняты заказчиком в 2005 году. Носитель ПТРК МРАТ. Источник изображения 2017, номер 2. Машина передовых артиллерийских наводчиков. Источник изображения 2017, номер 2. Вторым по массовости голландским вариантом фенека, 78 единиц, является носитель ПТРК МРАТ, Машина вооружена комплексом Спайк, имеющим максимальную дальность стрельбы 2,5 километра и минимальную 200 метров. Возимый боекомплект составляет 5-6 ПТР. Обзавелись голландцы собственными вариантами машин передовых артиллерийских наводчиков. 16 единиц, а также передовых авиационных наводчиков. 6 единиц. Самоходный ЗРК SWP. Источник изображения 2017, номер 2. По наиболее интересным среди нидерландских вариантов фенека является самоходный ЗРК SWP Stinger Weapon Platform, разработанный совместно с турецкой фирмой ASIL Sun. На крыше этой машины смонтирована 4-х зарядная пусковая установка ZUR Stringer, угол горизонтальной наводки 360 градусов, вертикальной от 10 до плюс 72 градусов. Служба и боевое применение. Поставки БРМ «Фенек» вооруженным силам Германии и Нидерландов начались в 2003 году. Эти машины придали разведывательным подразделениям совершенно новое качество, и немецкий «Лухс», и голландский «Линкс». В подметке не годились «Феннику» по составу специального оборудования. Высокой оценки заслужила и подвижность новой БРМ. В Бундесвере «Фенники» поступили на вооружение бригадных разведывательных батальонов 6-го из 41-й механизированной бригады Айтин, 7-го из 21-й танковой бригады Ахлен, 8-го из 12-й танковой бригады Фрайбург, 13-го из 37-й мехбригады Гота, а также 230-го горного из 23-й горной бригады Фусин, и 3-го инструкторского из 90-й инструкторской танковой бригады Люнибург. Кроме того, «Фенники» имеется в 310-й аэромобильной разведроте 1-й аэромобильной бригады Зеодорф и разведроте 291-го егерского батальона, входящего в состав франко-германской бригады Илькихграфенштаден. В разведбатах «Фенниками» укомплектовано по одной роте, состоящей из трех взводов по 7 БРМ, три разведывательных отделения по два «Фенника» плюс машина командира взвода. Голландские «Фенники» на учениях. Источник изображения В Королевской армии Нидерландов основными частями, эксплуатирующими «Фенники», являются 42-й и 43-й разведывательные эскадроны Айрс-ХТХ «Фелти», входящие в состав, соответственно, 13-й легкой и 41-й механизированной бригад. Каждый из них включает три роты по три разведывательных взвода, восемь «Фенников» в каждом, и одному противотанковому, четыре «Фенека» «Мрат». Кроме того, «Фенники» находятся на вооружении 5-й и 6-й рот 103-го отдельного разведбата «Альдебрук». В них вместо противотанкового взвода имеется взвод передовых авиационных наводчиков, три машины «Фенник Тассер». ЗРК «СВП» Находится на вооружении 13-й зенитной батареи объединенного командования ПВО, в которой используется совместность ЗРК «Насемс». 2. Патруль «Фенников» в Афганистане. Источник изображения 2017, номер 2 как немецкие, так и голландские «Фенники» активно участвуют в миротворческих операциях. Немецкие машины попали в Афганистан в 2003 году сразу же после принятия на вооружение. По опыту боевого применения на них был внедрен комплекс афганских доработок, включающий установку массивного бампера, инфракрасных прожекторов, усиленной противоминной защиты, станции CG-12, предназначенные для постановки помех дистанционным взрывателям импровизированных подрывных устройств, а также двух контейнеров для дополнительного боекомплекта. Помимо БРМ, в Афганистане служили инженерные «Фенники» и машины «Фенник» с комплексом афганских доработок. Источник изображения 2017, номер 2.12 «Фенников» отправили в Афганистан и голландцы. Один из них был потерян в ноябре 2007 года в Урузгане вследствие подрыва на мине. Один член экипажа погиб, двое получили ранения. Используются «Фенники» и миротворческим контингентом в Мали. Голландский «Фенник» в аэропорту Тимбукту, Мали. Источник изображения magazines.defency.nl С момента начала разработки «Фенника» его создатели вели интенсивный поиск зарубежных покупателей. Наиболее близки к заключению контрактов были вооруженные силы Люксембурга, Бельгии и Турции. И если крошечный Люксембург мог купить не более десятка БРМ, то потенциальные контракты с двумя другими странами были более привлекательными. Бельгия намеревалась приобрести не менее 200 «Фенников», а Турция – 180 с перспективой последующего лицензионного производства. Однако все эти планы так остались нереализованными. В 2008 году на выставке Евросатори был представлен прототип БРМ «Фенник» F2 с увеличенной до 15 Т массой, более мощной силовой установкой и другими усовершенствованиями. Два года спустя появился доработанный опытный образец «Фенник-2». Машина ориентирована на экспорт, но пока лишь одна страна изъявила желание закупить эти БРМ. Ею стал «Катар», заказавший в 2015 году в пакете с другой немецкой бронетехникой И-32 «Фенника-2». Впрочем, о начале поставок этих бронемашин пока не сообщалось. Тактико-технические характеристики БРМ «Фенник» Боевая масса – Т-10,4 вместимость, экипаж плюс десант, чел.3 вооружение, боекомплект 1,7,62 мм или 12,7 мм пулемет либо 1,40 мм автоматический гранатомет размеры, мм, длина, высота, покрыши корпуса. Ширина 5580, 1790, 2550 клиренс, мм-400 мощность двигателя, L, страница 240 максимальная скорость, КМ-110 запас хода, КМ-1000 преодолеваемые преграды, глубина брода, M, подъем, град.1, 36, литература. Коменекар. Лекио панцерцени по джазд роспозночзи фенек слэш 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 науа техника водскуа. 1999, номер 5. Ниту М. Уилер заданио и по джаздо панцерцени фенек слэш слэш науа техника водскуа. 2017, номер 2. Шоутсенар. Хирсофкл, Рунгс, Штутгарт, Мотобют Верлаг. 2012, armytechnology.com Андрей Харук. Право на данный материал принадлежат WarSpot. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.